Он перехватывает мяч, с его ноги он ушел за боковую линию поля. У Спартака небольшое преимущество в процентном соотношении владения мячом, 56 на 44. На второй тайм у нас получается очень такой рваный, да, и практически без моментов. В основном идет борьба в центре поля. Но мы ждем более активных действий от Локомотива в первую очередь, ему надо отыгрываться. Но если вообще у Спартака есть умение играть по счету, играть результат, но вот сейчас это умение Спартак демонстрирует, сухая такая игра, да, без моментов у Спартака. Хороший перевод, хороший перевод Ипсона на правый фланг, забегает за Баженова, Алекс, прострел, 3-1, 3-1, блестящая хитрик Мелитона, 65-я минута. Вот ты сказал, Спартак играет по счету, он этот счет еще и увеличивает. Но что сегодня творят бразильцы? Да, молодец Никита Баженов. Велитон забивает свой очередной гол в 10-й сезоне. Хитрик бразильца, но как же все геометрически опять-таки было выверено, да. Баженов вовремя отдал передачу забегавшему ему за спину Алексу. И Алекс с правой ноги, левша, простреливает. И, пожалуйста, Велитон опять опережает Малхаза с тяги. На полкорпуса, на полтона, но в сырьеме сегодня спартаковцы быстрее, чем игроки Локомотива. Ну и Алекс записывает на свой счет вторую голевую передачу. Вы посмотрите, Алекс справа сделал прострел, Велитон опередил. Алекс слева делает прострел, Велитон опережает. Но и вообще не припоминая матча, где бы именно с этих точек делал голевые передачи Алекс. Конечно, он простреливал вдоль ворот. Но чтобы в одном матче дважды, сместившись на фланг, организовать гол. Да. Смотрите как, а? Велитон, Велитон, Велитон. 18-я, 31-я, 66-я. Но Локомотив... Ну а что Локомотив? А Локомотив зарабатывает угловой. Локомотив верен себе, ни рыбы, ни мяса. Да. Подальше. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...